В 60 километрах от Москвы, близ Сергиева Посада, расположена гордость Сергиева Посадского района. Зубцовский ГВА. Место, где производят натуральные молочные продукты со знакомым всем вкусом из детства. Главным фактором, влияющим на вкус молока коров, является корма и условия содержания животных. А это невероятно кропотливый труд и опыт поколений. Керимова, Шелкова, Кураедова, Спасторбеева, Охотина, Еремина. Все были отдельные колхозы. И в 50-м году их объединили в колхозы Межданова. Когда в лихие 90-е годы все это разбиралось на части, попался нам такой хороший инвестор. Гиндельбах Виктор Александрович, который нам помог из трясины выжить. И он очень душевно отнесся к людям. Он каждый раз приглашал на чаепитие, к Новому году, подарки дарил. Поначалу даже деньги. Поддерживал людей. И люди к нему относятся с большим уважением. Есть у меня друг, Павел Михайлович Шаргородский. Который приехал ко мне и сказал, Виктор, помоги нашей деревне. Нет бензина, нет дистоплива, чтобы начать посевную. И вот в 2003 году я начал колхозу помогать. И вот мы за 4 месяца сделали первую ферму. Вот я даже для истории, для себя храню от начала и до конца весь проект строительства. Я его курировал на крыше первой фермы. Вот это что было. Наше хозяйство практически тысяча голов на сегодняшний день. Почти 500 голов коров. Именно остальное все молодняк разных возрастов. Племенной завод по разведению галштинского скота. Галштинскую корову нельзя накормить абы как, на сене или на чем-то. Их рацион должен балансироваться по 50 показателям. Чтобы животное было здоровым, продуцировало молоко, приносило телят своих. Ведется большая селекционная работа. За каждой коровой закрепляется свой бык. И мы не можем отступить, чтобы не выйти ни на имбридинг, ни какие-то другие генетические аномалии. Поэтому за этим очень строго следим. Быков подбираем с тем условием, чтобы дал нам не только улучшение наших экстерьертных качеств, но также и на увеличение молочной продуктивности, и также составляющих компонентов молока, таких как жир, белок, соматические клетки. Подбираем быков, которые имеют в своей генетике капказеин ББ, а также белок А2А2, который пригоден для лучшего усвоения человека, для детского питания. Поэтому мы создаем вот таких животных. Кормление, общение, все это зависит. Как покормят, так она и даст молочка. Трехразовая дойка. Обед 12, вечер 6 и утро 4. Это не станок бездушно. Отработал и ушел. Здесь надо с душой. Доярки всех своих коров любят. Они их знают по кличкам и знают их характер. Давай, Назарка, давай. Красотуля, вегаза, фирма. Очень много клич. Труд довольно-таки тяжелый. И труд доярки, и труд скотника, и телятницы. Ведь вот эти маленькие теляты, чтобы он родился и даже вырос до коровы, для него еще надо с первых дней, как грудного ребенка, вытянчить, смотреть, чтобы он не заболел, не переболел какими-то болезнями, что-то с ним случилось. Это очень ответственная работа. Так, значит, как мы заготавливаем сенаж в нашем хозяйстве? Сначала мы скашиваем зеленую массу. Обычно это происходит либо с вечера, либо очень ранним утром, чтобы она успела провялиться. Дальше мы запускаем грабли. Они сгребают массу волок. Важно очень следить за тем, чтобы грабли не цепляли землю ни в коем случае, чтобы волок был чистый от грязи, от пыли в том числе. После грабли у нас идет комбайн, который эту массу провяленную уже до влажности 50-55% подбирает, измельчает, подбирает в телегу, и телега едет на силуственную траншею, где мы ее выгружаем и утрамбовываем. Очень важно равномерно распределить массу для качественной трамбовки. Для этого мы используем это приспособление. Я, так как работник, как я уже 52 года отработала в сельском хозяйстве, мне было очень обидно, что мы кушаем, не знаю что. Но вот наш молочный завод, он производит натуральную продукцию. Мы добавки никакие не делаем. Мы находимся в деревне Зубцово, в молочно-перерабатывающем цеху. Производим мы здесь кисломолочные продукции. Мы также здесь производим творог, кефир, йогурт. Пастеризуем молоко, разливаем, различные сыры. Российский, голландский, получается, Маздам, Гаода, адыгейские сыры. Ну, мягкие сыры, полутвердые. Также мы еще производим здесь сливочное масло. Сыр очень вкусный. Сами, конечно, кучаем. Покупаем, любим свою продукцию, рекомендуем всем. Молочная продукция полезна своим белком, необходимыми аминокислотами и углеводами для развития организма. Фосфором, калием, кальцием, витаминами Д, А и В12. Мы находимся в нашем хозяйстве, в машинно-тракторном парке. Большинство техники мы чиним сами. Зимой перебираем дисковые бороны, перебираем сейлку. Ремонтируем трактора, ремонтируем все белорусы. Очень профессиональная работа под руководством главного инженера Николая Александровича Тупикина. Это предприятие сегодня за 19 лет, оно мне стало родное. И я думаю, что до конца жизни буду его поддерживать. Но его бы, может быть, и не было, если бы в 2000 году я не познакомился с Алексеем Евгеньевичем. А это вот наши силостные траншеи. Результат труда предприятия, коллектива предприятия за прошедший год. Это целый коллектив. Нельзя, кажется, звено из цепочки выкинуть, чтобы не разорвать цепочку. Так и тут. Здесь работали десятки-десятки людей, чтобы еще целый год наши животные могли давать высококачественное молоко в большом количестве с хороших кормов. Корма можно заготовить любые, но хорошие, чтобы получить хорошее молоко, это надо потрудиться. Не поспать ночью в том числе, рано встать. Где-то каждому превзойти себя, шагнуть над собой. Вот тогда результат будет достойный уважения. Глаза боятся, руки делают. Как бы техника, если идет, то все нормально. У нас одной кукурузы 360 только в гектар, плюс травы. Где-то, наверное, гектар под 300. Да это как бы не огромное, это все ерунда. Вот сейчас на будущий год должны сеять. Там одно поле сразу, сто с лишним, сто тридцать гектаров. Вот там уже, да, раздолье. Зубцовский ГВА – компания 70-летней истории. С опытом большого количества людей. Гордость района и перспективное производство. Поставляющее жителям более 400 тонн молока в месяц. Работающая и создающая продукцию с большой любовью к человеку. К самым маленьким потребителям. Чтобы вы не забывали вкус настоящего молока, как у бабушки в деревне. Как в детстве, когда все было натуральное, вкусное и полезное. Продукция «Зубцовское подворье». С любовью к людям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова